Телеканал КРТ представляет На белорусском Всем собран привет Живя Беларусь До свидания Вы свободны Пожалуйста, вон там грузовик Можете покататься бесплатно Ладно, шутки шутками Но в Беларуси действительно было достаточно шумно Вчера, я так подозреваю, шумно будет сегодня И еще какой-то неопределенный период времени В любом случае Я скажу под себя Взгляды ребят я не буду озвучивать Пускай они сделают это сами Но Беларуси я желаю процветания, спокойствия Никаких революций И давайте плавненько будем переходить к новостям В неделю, 9 жнивня Прошли выборы президента Русские Беларусь Участок для голосования номер 4 Центрального района города Минска Честно скажу, когда я впервые попал в Минск Меня этот город поразил Очень красиво, очень чисто, очень просторно И вот ты прям дышишь в этом городе Мало пробок, не очень много людей Огромные просто зеленые лужайки Интересно, когда делись люди? Оставляет серьезно В рабочий день, в выходной день Люди выходят и регуляют А кто не работает? Подожди, это государство построено таким образом, что люди ходят на работу Так, занимаются Не мусорят Такой Харьков в размерах страны Да, республика Харьков Только без салтов Хорошо, тогда следующий вопрос Откуда тогда взялись вот эти толпы недовольной молодежи? Недовольной жизнью? Из СМИ, конечно же Потому что То есть это все работники СМИ? Нет Радио свободы Работники СМИ все давно уже в Украину приехали А некоторые западные приехали в Беларусь Что нужно знать о СМИ белорусских? Вчера не работало большинство СМИ Были большие проблемы с интернетом Сегодня продолжают не работать крупные и мелкие белорусские сайты А как мы знаем, проблемы возникают сами собой То есть интернет никто не отключает Белорусские власти сказали, что идет очень серьезный заграничный трафик Но все оппозиционные сайты Не буду их здесь перечислять Работали как и работают Что это означает? Видимо только то, что их офисы, редакции и сервера находятся не в Беларуси Ну как это называется? Сопадение не думаю С ресурсом Next'а, который любят цитировать И который зарегистрирован Радио На 22-летнего парня в Больше В Литве В общем Западные братья Беларуси помогают как могут А вот застреливают в Лукашенко Какие впечатления у вас? Значит так Я вам скажу две шутки Я не знаю, какая из них более смешная Первая За Лукашенко проголосовало 80% избирателей Вторая шутка По другим данным За Тихановскую проголосовало 80% И я не верю ни в одну, ни в другую версию Но во вторую я верю меньше Потому что, ну хорошо Там молодые люди, которые там Да шоу, батька уже при власти больше, чем мне лет Там и так далее Как я от этого все устал Значит усатый таракан Не дает мне жить Я хочу свободы и так далее Ну процентов, ну сколько он-то соберет А как же люди чуть старше? Люди, которые, собственно, любят стабильность Давайте вот как раз поговорим об этом Провали молодежь Потому что я как раз смотрел Репортаж ребят из Навальной, как же там Штаб Навального Штаб Навального И просто было интересно посмотреть на ту толпу Из кого она сложилась И действительно там в основном молодые ребята Молодые люди И вот рассказывал парень Ему 18 лет Он говорил, как же я сложно сюда пробирался Но мы вышли И никогда такого не было И моя бабушка даже позвонила И она за Тихановскую проголосовала Я смотрю, как бы этот журналист идет Ходит, собирает комментарии И там молодые люди Молодые люди И аргумент основной Это связано с тем Что как можно уже так долго Лукашенко Вот я родился при нем Я при нем не хочу умирать И вот прочее, прочее Ваша позиция Действительно они правильно говорят Что если человек долго в власти То это плохо А если вот каждый раз Ну помните, как замечательно раньше Жила Италия Правительство раз в год менялось Может вот так надо жить? Ну я думаю, что Хорошо Даже если принять Или принять Эту позицию Насчет того, что Лукашенко плохо То что тогда хорошо Я всегда так мыслю Я посмотрел Тут что-то бьют Тут что-то какой-то трэш Думаю Фу, какой ужасный Блок Юлия Тимошенко Кстати, Юлия Тимошенко Бил палками Очень кстати Если вы посмотрите логотип Госпожи Тихановской Там такая троица образовалась Никого не напоминает Троица Один у них получается Одна показывает сердечко Один боксер Да Боксер Тихановская Она руку держит А вторая показывает пальчики Вот Вот у них получается Три такой Логотип Ну и я решил разобраться То, что мне Лукашенко не нравится Я вам прямо скажу Вот он мне не нравится Потому что Он слишком вот такой вот Человек И ну ладно Ну просто всегда хочется Посмотреть на альтернативу Потому что Очень глупо То есть если у человека Это нехорошо Очень Для себя Для себя он может быть и хорошо Нравится ли он мне как человек Ну пока не знаю сказать Давайте посмотрим Какая альтернатива Альтернатива получается следующая Тихановская Которая читает вот этот текст У нее проблемы с речью У нее проблемы с мужем Потому что он Сидит Да Я так понимаю Потом ушел Там что-то блогер Присоединили Да Я не уверен Что он тоже имел Какие-то большие возможности Стать президентом В Беларуси Ну вот Как-то все очень искусственно Ну вот я хочу вернуться К вопросу Связанным с тем Что человек находится Долго в власти Насколько это плохо В нашу ментальность Сейчас вбивают Что если человек Долго в власти Это очень плохо Это нету демократии Никакой Сколько Меркель уже Не лет А сколько лет она Вот я тоже Всю свою жизнь помню Меркель Ну вот Это восьмусе Да, да, да В 2016-2016 лет Я не делаю Порядка 16 лет Меркель Но понимаешь Она же в демократическом государстве А мы говорим сейчас О последнем диктаторе О последнем диктаторе Как называли Ну да Товарища Лукашенко Который Этот диктатор Ни разу еще не Сидел Не сделал Какой-то Нормальной Хорошей войны Вот Это меня удивляет Ну давайте перейдем к другому И радио свободы Я понимаю нормально работают Я думаю Следующим шагом Должно быть следующее Так Почему Всю жизнь Мы должны терпеть Одних и тех же родителей Вот я родился И мой отец И мама Все время со мной А знаешь А могут же быть Более талантливые люди Могут быть Более молодые И успешные люди Почему я должен Именно вот с ними А потом еще понимаешь Старость Еще за ними ухаживать Это все ретроградно А почему ты сравнил с родителями Почему не сравнил с женой Жена Это вообще идеально Я считаю Да Значит ты расписываешься Расписался Значит Что у вас получается На 4 года срок Где-то у кого-то 5 У кого-то 4 И что соответственно Должны происходить перевыборы То есть вы садитесь И начинаете решать Значит Нарушает ли она Регламент Да Или нет То есть поддерживает Свободу слова Свободу слова А нарушает 100% Каждая жена нарушает Это в принципе Вмешивается ли она Своими диктаторскими Вот этими вот вещами Типа Жена диктатора Почему я должна После тебя Перемывать посуду Ты не смог нормально Пропылесосить Вынеси мусор Как мужчина Вот это вот все И я вынеси Мусор как мужчина Если ты мужчина С мусором Один раз на раз Я умаю Суть в том Наверное Давайте мы тогда Вот эти вот Короткие сроки Будем везде Вводить Я думаю Вообще Нужно смотреть Ни на сколько Сколько человек Понятно Сколько лет Человек у власти Год 2 5 20 Сколько он там Лет уже И так далее А на сколько Он эффективный Менеджер Насколько он эффективный Менеджер Вот Денис сказал Что там чисто Там просто Хорошо Вот ты После Киева Попадаешь Даже В любую Не надо Вот это Вот здесь В любую Столицу После Киева Попадаешь Вот Каюсь Не доехал Еще до Столицы Я был Первой Столицы Украины В Харькове И могу сказать В Харькове Намного Слишком Слишком Большая Разница Прибрана И просто Ты заезжаешь В Харьков И чувствуешь Что Ой Поэтому Дорогие друзья Если вы Собрались Или собрались Поехать В Беларусь Для того Из Киева Из Киева Особенно Ну я думаю Не только Из Киева Из многих Городов Украины Вы Для профилактики Сначала Попадите В Харьков Пожалуйста Потому что Не было Такого шока Надо сначала Постепенно Как-то Понимаете Потому что Ну почему Я не обиду Харьковчанам Город замечательный Просто Беларусь Я так понимаю Это такой большой Харьков Большой Харьков Но без Салтовки Но без Салтовки Понимаете Хотя Салтовка Мне кажется Сегодня ночью Была Салтовка Да Да Вполне Да То есть Вылезли Все Не Не знаю Опять же Я не могу сказать Беларусам Ни за Ни против Я там Я там Ничто не был Знаю Что Беларусам Особенно Молодым Хочется Сменяем От власти Это Почему Им хочется Отъяснить Тяжело Потому что Нужно Кто-то Ну опять же Украина Уже через это Прошла Уже Прошел Ближний Восток Через это И уже Люди Которые Страны В которых Они живут Прошли Через это Люди Понимают Что Какие-то Технологии Уж больно Знакомы Но Вот Варианты Я рассказывал Про парня Которому 18 лет Вот Рассказывает Как Такого Никогда Не было Мы Не можем Это Терпеть Мы сюда Вот пришли Чтобы Сказать Чтобы Нас Услышали Хорошо Вот И ты говоришь По поводу Того Что Слушайте Было Огромное Количество Негативных Примеров Почему Мы Должны Обращать Внимание На это Но Если Мы Возьмем Вот Пример Украины То Парню Это Было 12 Лет В тот Момент Когда Здесь Все Произошло И Следовательно У него В связи С тем Что Он увлечен Скорее Моргенштерном Или Русским Рэпом В целом То У него Не было Времени Разобраться Что случилось И развиваться Конечно Это же Русский Рэп Развиваться Кто Погиб На Майдане Допустим Он Из Всего Что Он Из Все Новое Вот Это Хорошо Это Прекрасно Как Говорил Кажется Тургенев Про Молодежь Что Последняя Книжка Скажет То Ему Сверху На голову И Ляжет Вот И Они Очень Управляемы Их Легко Убедить Потому Что Они Всегда Стремятся К чему То Новому И Они Считают Что Новое 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 Это Хорошо Но Что Касается Власти И Лукашенко И И Не Закончил Но Суть В том Что Власть Наверное Это Все Таки Не Просто Переходящий Жезл Это То Что Нужно Взять А не Поднимать С пола Когда Оно Само Падает То Если У Человека Хватает Сил Хватает Такой Мужицкой Уверенности И сил Удержать Власть В своих Руках Значит Он На Своем Месте Мне Вообще Кажется Что Не Хватает Людям Немножко Ответственности Потому Что Это Сейчас Такие Серьезные Вещи Говорю Может Быть Впервые По крайней мере В рамках Программы Подкаст Но Действительно Назвать Последним Диктатором Лукашенко А Будет Ль Он Действительно Последним Вот Вопрос Потому Что За Мою Жизнь Мне Уже Не 18 Лет Мне 28 Лет И Такое Впечатление Что Вместо Одного Диктатора Приходят Другие Диктаторы Но Придут Хорошо Представим Себе Такую Ситуацию Тихановская Либо Ей Подобные Приходят К власти Лукашенко Убирает Первое Что Изменится Флаг Страны Будет Да Будет Другой Флаг Страны Дальше Скорее Все Опять Языковой Вопрос Поднимется Потому Что Белорусские Плохо Знают Белорусы А плюс У них Если не Ошибаюсь Есть Два Варианта Белорусского Языка Можно Еще Этих Подпассорить Между Собой Обязательно Вот Потом У них Восточная Западная Белоруссия Они же Тоже Кардинально Отличаются Он из Восточной Белоруссии А вот Она Не помню Откуда Тихановская Но Придет Кто-то Из Западной Белоруссии И так далее Понакатанные Понакатанные Католики Православные Католики Православные Конечно Белоруссии Очень В этом Плане Любят Картошку Любят Макароны Вообще Можно Если так Копнуть Вообще Мое Большая Картофель Любое Общество Можно Разделить По Любым Принципам В Крайнем Случае Поделить На Мужчин И Женщин И Найти Здесь Серьезные Какие-то Различия Какие-то Вопросы На основании Которых Можно Построить Сильное Разрушенное Государство Так вот Именно То есть Получается Хорошо Если Лукашенко Плохой Я По-моему Все Согласен Хорошо Мне Еще раз Говорю По Человеческим Качествам Мне Интересно За ним Наблюдать Интересно Как Он Говорит Но Понятное Дело Какие-то Моменты Может Нарушать Он Не Идеальный Менеджер В этом Плане Но В плане Того Что В страны Вроде Как Он Нормальный Лукашенко А не Тихановской И Молодежи Тихановская Это что-то Я же говорю Вы просто Послушайте Как она Говорит Как она Выглядит Мы Как будто Ее просто Поставили Она Так Не хочет Ладно Включать Где там Вышванка Опять же Вот Это Сердечко Она Говорит О том Что Моя Задача Выпихнуть Лукашенко А дальше Я Пускай И По-настоящему Эффективные Люди Маленькая Пенсия Высокая Коммуналка Грязь На улицах Что там Еще Обязательно Должно быть Обязательно Разносчики Пиццы Становятся Во главе Социальные лифты Назовем это Социальными лифтами Становятся Во главе Хлопцев Которые Контролируют Улицу И бьют Тех Кто начинает Что-то Там Говорить Иностранцы В НАПСоветах С зарплатой По 20 тысяч долларов А ссылочка сейчас Была интересная Да Так что В принципе Уже Все готово Вот у меня Возникал вопрос Кастрюльки Кастрюльки На голову Надевать или нет В памятке Для протестующих Которая распространяла Оппозиционное Издание Некста Которая Напоминаю Работала Из-за рубежа Написано Прежде всего Не забудьте Маску Еще лучше Если найдется Респиратор Это и защита От коронавируса И от потенциального Применения Газа Карателями Еще одним Немаловажным Элементом Станут Защитные очки Или маска Которая защитит Твои глаза И безусловно Шлем Который спасет Твою голову В случае столкновений Это может быть Любой шлем Как для зимних Видов спорта Так и велосипедный Или мотоциклетный Хорошие памятки Пишут Что делать Как делать Как делать Сцепочку Как не дать Себя задержать Или еще Кого-то задержать Как оказывать Сопротивление Милиционерам Напомню Это одна из последних Постсоветских Опять-таки Стран Где еще сохранилась Милиция Которую оппозиционеры Ласково называют Карателями Ну вот То есть уже Формируется Определенный Образ врага То есть Это не просто Не люди Которые охраняют Правопорядок Это каратели Каратели При этом Даже под посольством Беларуси В Киеве Ожидаемо Только БЧБ Это белый Чарвона Белый флаг Оппозиционный И всех карателей Перепишем Пофамильно Вот Белорусские Правоохранители Могли бы Установить Личность Этого красавца И переписать Его пофамильно Если он Такий белорус И что он делал Под белорусским посольством За тем В случае чего Разобраться с ним Вот это было бы А вдруг он их поддерживает А вдруг он их поддерживает Как фонд возрождения Поддерживает украинскую оппозицию С помощью украинских фондов То есть Белорусы Молодые И политически активные Приезжали в Украину Здесь для них проводили тренинги Школа честной журналистики Как оказывать сопротивление Школа молодого юриста Правозащитники Которые потом Затем Городят чушь Но Называют себя Правозащитниками Вот Украина Помогала взращивать Новое вот это Молодое поколение О котором говорил Тарас Делится опытом Потому что у нас Во времена Майдана Тоже с удовольствием Прям преследовали Силовиков Милиционеров Избушников И всех Кто как-то И слава богу Видишь как нам это помогло Частин Да Затем Они же их люстрировали По собственным Составленным спискам Но Тем не менее Схема достаточно похожа Люстрация Рекосновалась не у каждого Как говорится Иллюстрация Иллюстрация Ну в общем Действительно Если побеждает Тихановская Каким-то Не побеждает Тихановская Все Я беру свои слова Я просто Просто Предложил Представить Эту И все Так А вот уже Дорогие Западные Братушки Белорусские Требуют созвать Чрезвычайный Саммит ЕС Из-за жестокого Разгона Протестующих В Беларуси Да Так как у них Флаги похожи Это очень хорошо Я считаю Когда Этот саммит Соберется А это же Европейские государства Несерьезные Вот они должны Собраться И знаете Как у нас На некоторых программах Вот сзади нас Вот есть Демонстрационное Табло Дисплей Я считаю Когда они будут Обсуждать Допустим Приходит Представитель Франции И такой говорит Мы Всячески Не поддерживаем То что Происходило В Беларуси Какая жестокость Как это Можно А сзади него Желтые билеты И Желтые И Журналист Который Вот так Желтые 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 Это кто у нас Раз Через желтые Очки А потом Кто-то другой У нас же Все И в Германии Допустим Недавно Тоже Тоже было Очень хорошо И светло Тоже Представитель Германии Будет рассказать О диктаторском Поведении Лукашенко И сзади него Тоже показывать Демонстрантам Которые Не совсем Поддерживают Те действия Связанные С ковидом И связанные С открытием Границ Для Замечательных Ребят Из Ближнего И Дальнего Востока И тогда И тогда Я думаю Они будут Максимально Убедительны Каждый человек Каждый наш Телезритель Должен Определиться С тем Каким он Видит Настоящего Руководителя Какими качествами Должен обладать Настоящий Руководитель Кроме того Что ездит На велосипеде Какие черты Должны быть У этого Руководителя И загвачен Ваня Усович Потому что Когда у Ваня Усовича Будут усы Тогда мы будем Говорить Ваня Усович Емурист А мы живем в стране Где президент Бывший Юморист К сожалению Бывший Потому что Юмористов Бывших Не бывает После ночи протестов Батька поедет Смотреть на стройку Огрокомплекса Под Минском Хотел сказать Денис Александр Григорьевич Решил показать Кто здесь Заливать бетон Будем Кстати Кстати Очень хорошая идея Дело в том Что строится Белорусская Национальная Биотехнологическая Корпорация Которая будет Производить Корма Для животных Очень высокого качества И там разные у них Примиксы будут формироваться Так вот Так вот Может быть Действительно Здесь построят Завод по утилизации Оппозиционеров И на корм Свиньям Не хотелось бы Это Денис Девченко Можно говорить Женя Лиза Богудская Она Большая молодец Почему? Ну потому что У нее есть Стабильность Стабильность В ее психическом Расстройстве Что Лиза Богудская Что-то знакомое Подожди А кто такая Лиза Богудская? А давайте Сделаем так Поможем человечеству Просто забудем о ней Забудьте И это также будет В помощь Самой Лизе Богудской И переходим К украинским Новостям У нас Есть действительно Хорошая новость Это физлицам Предпринимателям Больше не нужно Вести вот эти Книги Учета доходов Предпринимателей У нас несколько миллионов Потому что доходов Не будет Не только по этой причине Но еще и потому Что уже Налоговая служба Решила Что вот эти Амбарные книги Где Сальдо Фиксировалось Доходы Сальдо Слини Уже это все не нужно Поздравляю вас Предприниматели Это действительно Большой камень С вашей души Спасибо Спасибо К хорошим новостям Снова таки На Донбассе Уже две недели Перемирие Установившееся Да там бывают Какие-то Кто-то роет Окопы Кто-то их Закапывает Но в целом Две недели Никаких жертв Ни с украинской Ни с другой стороны Ни с украинской Ни с украинской Ни с украинской стороны С обеих сторон Нет жертв С обеих сторон Нет раненых Мирные жители Ходят спокойно По воду К колодцу И ничего с ними Не происходит Военные живы Мирные живы Все хорошо Все замечательно Но только Вот наши Наши Друзья Из Убрать Все обеданных сил Из откуда Из европейской Солидарности Бывшие Из народного фронта Свободовцы Вот они Этим сильно Не довольны Не знаю Конечно Они не довольны тем Что нет жертв Ну это Сэш капитуляция Мне кажется Они просто готовятся К конкурсу В Петербурге По расчлененке Им нужен материал Но они не хотят В этом участвовать Понимаете Они привыкли Чужими руками Жар загребать А потом Этим жаром Пользоваться Денис Не пожалуйста Не цитируй Цоя Потому что Одна из песен Цоя Это прямая поддержка Тихоновской А может быть Это и Цой И поддержка не Цой Не знаю Ну вот они взяли же Песню Перемен Но есть новости И похуже В нашей Богоспасаемой Украине Зеленский Закрыл границу С Крымом Закупорив Сотни тысяч Граждан Украины По какой причине По причине Якобы Борьбы С коронавирусом Это забота Да Но на самом деле Здесь не только Коронавирус А это наверняка Еще связано С тем Что он Узнал О финансовом Состоянии Тех людей Которые выехали И такой думает Слухайте Ну им же Краще там будет И Соответственно Он Их туда Пригвоздил Я не знаю Что происходит Часть людей В Польшу Вот там Краще Часть в Крыму Оставить Другую часть В Беларуси Пускай Поедут А так потихонечку Знаешь Заработки в Беларуси Да Это же знаешь На автовазах И потом Так детей Все Раскину На автовазах Да Ну одно и то же Как билет И жилет Билет Лучше для мужчины Нет Особенно Если в Крым Да Да В Крым Закрыли границу До 30 августа И теперь Все кто Там прописан Не смогут Заехать На территорию Украины Все кто прописан В Украине Не смогут Туда выехать Объясняют Это тем Что В Крыму Значительно Вырос уровень Заражения Карантиновирусом Коронавирусом Ковидом Да Ковид это уже болезнь Ковидкую А симптом Возбудитель называется Коронавирус А вот болезнь Уже ковид называется Денис Я еще Так вот Спит и Винт И видит Спит и видит Спит и что-то Второе слово Сейчас подожди Вич Не разобрался Все кто планировал Отпуск в Крыму Перепланируйте Обратно Потому что Выехать в Крым Этим летом У вас уже не получится Ну и вот Это все вызвано Еще и тем Что там Денис Шмыгаль Премьер Очень сильно Возмущался Тем что Медведчук Уехал в Крым А Медведчук Сказал Крым это Украина Я поехал отдыхать В Украине Ай какой хитрец Да Шмыгаль же По другому думает Наверняка Поэтому и Прицепился Мне кажется Он власть Фамилия не Чук А Медведев На самом деле Он везде такой Медведчук И вот во всем Такой Поехал в Крым С Путиным Встретится Потому что Крым это Украина Да Он встретится Для того чтобы Объяснить И напомнить Владимиру Владимировичу Что Вы тут конечно Это Да Вы не строите А мне таичу жилисть Тут в господаре Медведчук В Донецкой области Освежающая новость Чистая Освежающая Добрая В Донецкой области Таксист Посадил Бездомного К себе в багажник Говорит Ну не в салон же Мне его садить А он три месяца Не мылся Отвез на Автомойку Самообслуживание И там Ну правда С помощью автохимии Пришлось отмывать Этого бездомного Отмыл его Нормально Я правильно понимаю Он решил помыть бомжа Бомж попросил Его Говорит Можешь меня помыть Да Я три месяца Не мылся И он заснул В багажник Ну не в салон же Садить его Красивой девяточке А как эта история Закончилась История закончилась Тем что бомж Помылся Бомж пришел В порядок Чистый Свежий Благоухающий Но на него Напали правозащитники И говорят Ай-яй-яй Вас выкрали Вас везли В багажнике Еще Бомж почесал Да действительно Мне нужна Компенсация Вот Дорогие друзья На этой ноте Я хочу вам Мойтесь Обязательно Мойтесь И делайте добро Оно всегда вернется Если к вам Однажды подойдет Бомж И попросит его Помыть То Денис Что бы ты ответил Не читай Радио Свобода Вы же Не читайте Радио Свобода Дорогие друзья На сегодня Мойте руки с мылом Любите маму И не смотрите Радио Свобода И не становитесь Бомжами Следите за собой И будьте осторожны Общайтесь культурно Денис Все 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 Продолжение следует Редактор субтитров